Ремесленники. Какое красивое слово. Сразу же создается образ человека творческого, умеющего мастерить, писать картины, вязать, шить. Но творчество всегда просит внимания зрителя, покупателя. А потому многие, занимаясь ремесленной деятельностью, имеют с этого неплохой доход. Но любой доход облагается налогом, и тут уж ничего не скажешь против. В 2023 году в налоговом законодательстве произошли изменения, которые коснулись и ремесленнической деятельности сегодня. Осуществлять ее можно двумя способами. Быть либо плательщиком ремесленного сбора, либо плательщиком налога на профессиональный доход. Для того, чтобы начать ремесленную деятельность, в 2023 году с уплатой ремесленного сбора физическое лицо обязано прийти в налоговую инспекцию, либо посредством личных кабинет, подать заявление на осуществление такой деятельности и уплатить ремесленный сбор в размере 6 белорусских рублей ежемесячно. Второй вариант. Уплата налога на профессиональный доход. Такое физическое лицо обязано скачать приложение «Налог на профессиональный доход», зарегистрироваться в нем и все свои доходы фиксировать в данном приложении. Сумма налога при данном налогообложении составляет 10% ежемесячно. Еще один нюанс. Есть алгоритм действий для тех, кто хочет перейти с уплаты ремесленного сбора на уплату налога на профдоход. Такое физическое лицо обязано также скачать мобильное приложение для осуществления такой деятельности. В мобильном приложении обязан проставить отметку, что физическое лицо отказывается от уплаты ремесленного сбора и переходит на уплату налога на профессиональный доход. Не получилось освоить мобильное предложение? Нет проблем. Надо прийти в налоговую инспекцию и написать заявление о прекращении уплаты ремесленного сбора, став плательщиком налога на профессиональный доход. Продолжение следует...